Дарья Сударева В ульяновских магазинах ведут социальные цены. Социально-реабилитационные центры Ульяновской области получат новенькие уазики. Миллионы на здоровье. В онкодиспансер привезли уникальное оборудование, а в поликлинике номер 2 делают ремонт. На аппаратном совещании губернатор подписал дорожную карту по созданию центра управления регионом. Ситуационные центры планируют создать в каждой администрации муниципалитета и в каждой отрасли. Одной из частей центра станет платформа «Решаем вместе». С помощью этого портала люди смогут обратиться со своими проблемами к исполнительной власти. Кроме того, губернатор поручил корректно отвечать представителям органов госвласти в соцсетях и действительно решать проблемы, а не ограничиваться отписками в соцсетях, как это делают, например, представители димитровградской власти. Подробный выпуск, посвященный аппаратному совещанию, смотрите в следующем выпуске. Более 11 тысяч жителей посетили губернаторскую сельскохозяйственную ярмарку, которая прошла в Железнодорожном районе. Горожане приобрели 37 тонн сахара, более 9 тонн мяса, 4 тонны муки и многое другое. С ходом торговли, уровнем цены и ассортиментов представленной продукции ознакомился губернатор Сергей Морозов. На прошедших выходных большая сельскохозяйственная ярмарка развернулась на проспекте Гая между улицами Луначарского и Хрустальной. Несмотря на морозную погоду, желающих приобрести свежую натуральную продукцию было много. По подсчетам специалистов, торговлю посетили 11 тысяч человек. Сельхозтоваропроизводители представили широкий ассортимент продуктов. Особым спросом пользовались капуста, лук, картофель и мясные изделия. В целом выручка с торговли составила около 13 миллионов рублей. Также на ярмарке работали волонтеры и социальные такси, которые помогали пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья загрузить купленные продукты и доставить до дома. На ярмарку прибыл губернатор Сергей Морозов. Он пообщался с покупателями и продавцами, а затем провел совещание, где подвели предварительные итоги работы агропромышленной отрасли. Обсудили исполнение поручений президента по повышению продовольственной безопасности. Указом президента Российской Федерации от 24 июля 2019 года за номером 293, он называется этот указ о продлении действий отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, было решено продлить продовольственное эмбарго, которое было введено в ответ на санкции наших, как называемых, партнеров до 31 декабря 2020 года. Кроме уже полюбившихся ярмарок, по словам главы региона, необходимо расширять перечень акций в магазинах по снижению розничных цен. Так, Ментельхоз уже проработал вопрос с крупными торговыми сетями по введению социальных ценовых акций. Участвовать будут от 90 до 200 товарных позиций в каждом магазине, а размер скидки будет варьироваться до 50%. Также губернатор дал поручение встретиться с ульяновскими бизнесменами и рассмотреть возможность установления социальных цен в местах общепита. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости, Управда ТВ. Ульяновцы отметили День народного единства. 4 ноября в Ульяновске и во всех районах области прошли спортивные соревнования, выставки, творческие конкурсы, патриотические часы и тематические занятия в честь праздника. Наталья Чумаченко побывала на основных празднествах. В День народного единства ключевым событием в Ульяновске стало праздничное шествие, которое стартовало от обелиска. Сотни человек, представляющие предприятия города, вузы, дома культуры, администрации, вышли на главные улицы города в честь праздника. Колонна двигалась по улицам Гончарова, Ленина, с Паской к экспонаде, на площади Ленина до мемориала. Сотни людей дружными рядами, держа над головой флажки и транспаранты, шли плечом к плечу, распевая народные песни. Конечно, отметить хочется, что такие дни, как День народного единства и вообще праздничные дни, которые собирают большое количество горожан, они являются как некими такими маяками, которые показывают курс нашему подрастающему поколению. Видят, что все-таки не эгоцентризм в основе всего, а именно соборность, общинность, общее мышление и вот такое дружеское, миролюбивое отношение всем людям, которые просто элементарно живут рядом с тобой. В этом году День народного единства объединил сразу три темы. По поручению главы региона 2019 год был объявлен годом национального единства Ульяновской области. Кроме того, 2019 год – это год театра в России, а наступающий 20-й год в регионе – год молодежи. Каждый день мы занимаемся самым любимым своим делом. Мы репетируем и ставим спектакль, который поднимает в своем содержании самые разные темы. И в том числе и единение, объединение людей. После митинга и торжественного поднятия российского флага празднование переместилось во дворец Дружбы народов губернаторский. Члены общественного движения за народную песню встретились с губернатором. Я хочу вас искренне благодарить за то, что за эти почти пять лет мы с вами создали движение. Первое в Российской Федерации. Никто. А мы с вами. В общем-то, наверное, так, как и полагается. Спасибо огромное о том, что у нас в результате этого огромного движения появились и новые хорошие интересные проекты. Вчера мы только с вами увидели поющую Россию. День народного единства – это праздник, призывающий вспомнить важнейшие исторические события и напомнить гражданам многоциональной страны о важности сплочения. Одной из главных связующих звеньев культурной памяти считаются народные песни. И главная цель сегодня – их сохранение. За свои задачи это движение ставит сохранение того музыкально-песенного материала, который создан на протяжении огромного количества лет. И ни для кого не секрет, что песня – это история нашей страны. Мы рассказываем о ней, мы рассказываем о героях нашей России, о достижениях наших, просто про русские березки рассказываем. И для нас очень важно, что молодое поколение не забыло вот этих песен. Сегодня в регионе насчитывается более 30 национальных общественных объединений, среди них 17 автономий. Большая работа ведется по сохранению родных языков, культуры, обычаев и традиций. На сцене глава региона поздравил всех жителей с праздником, а людям, внесшим особый вклад в межкультурный диалог, вручил медаль за дружбу народов, благодарственные письма и адреса. А еще, дорогие друзья, сегодня замечательный подарок Сергей Иванович нам сделал. Начался ремонт Дома дружбы Полинина 95. Спасибо огромное, милицкий партнер всем. Спасибо дворцу дружбы, которые сегодня так поддерживают и так развивают национальные культуры. Человек, не помнящий своей культуры, он не способен творить будущее. А мы смотрим в будущее России. В праздничный день в губернаторском развернулась масштабная праздничная программа «Мы народ одной страны». На главной сцене выступили ведущие творческие региональные коллективы и приглашенные гости. Исполнитель на народном инструменте «Хамос» Георгий Слепцов из Якутии и государственный ансамбль Республики Беларусь «Песниры». Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улл. Правда. ТВ. Президент России Владимир Путин обратил внимание кабинета министров на неудовлетворительное оснащение первичного звена здравоохранения. Наличие современных центров и клиник в Москве не позволяет закрыть проблемы массовой медицинской помощи, в которой ежедневно нуждаются сотни тысяч граждан России. В связи с этим губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил выявить проблемные места и модернизировать первичное звено здравоохранения. Репортаж Павла Полового. Работа по модернизации первичного звена здравоохранения в Ульяновской области ведется полномерно не первый год. Своеобразным подведением итогов этой работы стал субботний объезд губернатором Сергеем Морозовым лечебных учреждений города Ульяновска. Согласно плану реализации национального проекта здравоохранения, областной онкодиспансер обзавелся новейшим оборудованием. Это оборудование американской фирмы Акурей, вот на нем написано. Оборудование достаточно дорогое, инвестор вложил в него 318 миллионов рублей. Оборудование вот здесь в этом каньоне будет установлено, оно уже стоит на месте, сейчас дальше идут технические работы. Начнет работать после того, как закончатся ремонтные все работы, это еще где-то 2 недели. Потом будет процесс лицензирования, то есть этот вид деятельности надо лицензировать. Особенности нового аппарата в том, что он способен облучать раковые опухоли длиной до 120 сантиметров. Благодаря ему медицинские нужды жителей региона, страдающих онкологическими заболеваниями, будут полностью закрыты. В год бесплатную медпомощь на уникальном оборудовании получат бесплатно 650 жителей региона. Когда первого пациента приема? Я думаю, что конец декабря. Мы тебя смотрим. Конец декабря. Ну, наверное, это будут. Пока оттестируемся, но конец декабря мы будем к этому стремиться. Не очень понимаю ваше женское такое легкое определение конец декабря. Но вообще у нас по плану 29 декабря. На самом деле, вот это вот тогда, к которому мы стремимся, чтобы принять первого пациента. Ремонт поликлиники номер 2, расположенный на проспекте генерала Тюленева, начался год назад. В настоящее время запланированные работы полностью завершены. Отремонтирована площадь 330 квадратных метров. Стоимость ремонтных работ составила 5 миллионов 700 тысяч рублей. Наша поликлиника достаточно большая. Мы обслуживаем почти 15 тысяч приписного населения. Кроме детей к нам ходят и родители, и еще бабушки и дедушки. То есть всегда к нам приходят в течение дня около 2 тысяч человек. Это достаточно много. На деньги из областного бюджета проводится ремонт, который выполняется поэтапно. Полностью закрыть на ремонт учреждения нельзя, однако в течение трех лет поликлиника будет полностью отремонтирована. Заседание, посвященное модернизации первичного звена системы здравоохранения, Сергей Морозов предложил провести на базе этого учреждения. Задачи модернизации первичного звена здравоохранения нужно решать системно и последовательно, считает Сергей Морозов. Надо все равно в какой-то степени выжидать некий такой вот перечень объектов, которые мы на 20-й год могли бы, на 20-й, на 21-й год могли бы там привести в порядок. Все работы по модернизации проводятся в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Сегодня первичная помощь оказывается в 12 государственных медучреждениях в Ульяновске и в 22 в области, которые насчитывают 702 здания. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. На 32-й конференции регионального отделения партии «Единая Россия» руководство ячейки подвело итоги работы в уходящем году и рассказало о планах на следующий политический период. Подробности в сюжете. 32-я конференция регионального отделения «Единой России» прошла на базе лицея номер 101. В работе приняло участие порядка 600 делегатов. Одним из ключевых вопросов повестки мероприятия стала кадровая ротация. Так в состав Президиума регионального полицовета вошли заведующие отделением УЗИ Ульяновской областной детской клинической больницы Вячеслав Белов, директор губернаторского лицея номер 100 Владимир Обласов, секретарь Димитровградского местного отделения Михаил Ховрин, исполняющий обязанность директора Ульяновского государственного технического университета Надежды Ярушкина. Они заменили вышедших из состава по собственному желанию главу Ульяновска Сергея Панчина, депутата законодательного собрания Марию Рогаткину и депутатов Ульяновской городской думы Антона Антипова и Дениса Седова. У нас хорошие перспективы. Нам просто нужно быть смелее во всех отношениях. Смелее, еще раз смелее. Не стесняться говорить о наших достижениях, говорить убежденно, носить значки партии «Единая Россия» и не стесняться в своих коллективах представляться, что вы представляете ведущую партию нашего региона и страны. Партийцы подвели итоги работы в уходящем году и рассказали о планах на следующий политический период. Было отмечено, что «Единая Россия» в Ульяновской области взяла на себя обязательства по контролю за реализацией национальных проектов. Кроме этого, сейчас углубляется диалог между партией и властью, а также активизируется работа по защите прав граждан. Ряд предложений партии прозвучало и в проекте областного бюджета на 2020 год. Изменения в основном направлены на обеспечение качественной медицинской помощи, реализации нацпроектов, строительство новых школ и детских садов, укрепление материальной и технической базы учреждений культуры. Мы сегодня обсуждали, в первую очередь, механизмы совершенствования, вовлечения людей в комфортную среду, в их максимальном участии как в обсуждении, так и в проектировании на предпроектном этапе. Мы обсуждали, что комфортная среда – это не только бетон и асфальт, это еще и необходимость применения комплексного озеленения. Сегодня такие возможности есть, их надо выводить на уровень системы на территории города и региона. Губернатор Сергей Морозов вручил активистам партии благодарственные письма, после чего отказался от большого доклада и сделал короткое сообщение о том, что до конца года пройдет масштабное переформатирование работы областного правительства. До конца этого года правительство Ульяновской области будет отправлено в отставку и мы очень серьезно перегруппируем структуру, систему, модель управления Ульяновской области для того, чтобы в полном объеме выполнить все взятые на себя обязательства перед населением. Также на конференции избрали делегатов на Всероссийский съезд Единой России, который пройдет 23 ноября в Москве. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. В регионе обновляют автобазу социальных учреждений вслед за автомобилями для перевозки старшего поколения, которые были закуплены благодаря нацпроекту «Демография». Теперь область приобрела 14 автомобилей для перевозки детей. 14 новеньких УАЗиков отправились в детские дома из социально-реабилитационной центра для несовершеннолетних областей. В регионе продолжается программа обновления автобазы социальных учреждений. Вслед за автомобилями для перевозки старшего поколения, закупленными по нацпроекту «Демография», подарки получают дети. До получения этих машин ситуация обстояла сложно, тяжело. Машины были старые и очень многие из них не приспособлены к перевозке наших детей, то есть наших воспитанников. Они не были оборудованы всем необходимым для безопасной перевозки детей. Каждое учреждение области получил по одной новой машине. Для большинства это насущная необходимость. Срок эксплуатации прежних машин подходил к концу, а перевозить детей нужно. Притом не только на экскурсии и выездные мероприятия. Машины – это правда, средства коммуникации, это возможность видеть окружающий мир, возможность выбора. У нас достаточное количество детей, например, обучается в Самаре. Кроме того, машины позволяют комфортно доставлять школьников до места обучения или до лечебного учреждения. Автомобили оборудованы по последнему слову техники. Есть кнопка экстренного вызова, тахографы. Установлена система «Эроглонас». В салоне автомобиля 12 мест. Ваше учреждение получает новые автомобили для того, чтобы наши с вами детишки и взрослые могли более доступно, более часто, безопасно получать и медицинскую помощь, и профилактическую, и посещать различные мероприятия, которым богата Ульяновская область. Вручение автомобилей прошло на площадке губернаторского лицея номер 101, который уже через несколько месяцев начнет свою работу. С получением новой техники директоров детских домов поздравил губернатор Сергей Морозов. Успех. Спасибо. Спасибо вам. Чтобы вам там было тепло и уютно. Спасибо. Спасибо. Нашим детям. Спасибо. Удачи вам. Всего самого доброго. В следующем году работа по обновлению транспорта будет продолжена. Егор Титов, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ. Семь лет назад трагически погиб воспитанник Ульяновской греко-римской борьбы Рамис Садиев. В память о нем и родилась в Ульяновске спортивная традиция – тургир по греко-римской борьбе. В этом году его участниками стали юные атлеты. Около 200 участников из шести регионов страны. Ульяновск в седьмой раз принял турнир по греко-римской борьбе в памяти Рамиса Садиева. На борцовский ковер вышли спортсмены в возрасте от 9 до 12 лет. Среди почетных гостей турнира – олимпийский чемпион Виталий Константинов. Знаменитый спортсмен говорит, что главное для этих юных борцов – приобрести бесценный соревновательный опыт. Ребята не будут волноваться на других соревнованиях, будут уверены чувствовать. И естественно растет мастерство, класс борца. Так что будем надеяться, что из этих ребят, которые сегодня борются на соревнованиях, вырастут хорошие спортсмены. Ульяновец Рамис Садиев не был выдающимся борцом. Воспитанник тренера Вячеслава Романова Больших Высот в греко-римской он не достиг. Но завершив спортивную карьеру, всегда старался помогать региональной федерации борьбы. Он трагически погиб в 2012-м. У него остались дочь и два сына. А друзья в его память каждый год проводят турнир среди юношей. Мы чувствуем теплоту, поддержку близких нам людей, друзей, спонсоров. Мы чувствуем, что мы не забыты, что они все рядом с нами. Пусть даже Рамиса нет рядом с нами, как-то вот косвенно мы чувствуем его. Юный ульяновец Захар Шамсудинов получает последнее наставление перед схваткой. Самые ценные советы от отца, мастера спорта международного класса Назира Шамсудинова. Установка на схватку длится даже больше, чем сам поединок. Не проходит и минуты, а судья уже дает финальный свисток и поднимает руку Шамсудинова-младшего. На турнире памяти своего земляка бороться спустя рукава хозяева не намерены. Здесь должно быть все взаимосвязано. И спортивное, и воспитательное. Именно нет такого, чтобы какая-то часть была больше. Это все в равных пропорциях. Именно только в комплексе мы можем добиться определенных значимых результатов. 14 комплектов наград разыграли участники седьмого мемориала Садиева. Лучшие показатели в командном зачете у хозяев борцовского ковра. Кроме Захара Шамсудинова, еще шестеро из них стали чемпионами. Также у сборной области еще 4 серебряные и 7 бронзовых наград. Михаил Сашанский. Новости Управда ТВ. В Димитровграде подходит к завершению тренировочные сборы команды, которая будет представлять ПФО на чемпионате России по боксу. Для подготовки к соревнованиям во второй повеличении города Ульяновской области приехали порядка 60 сильнейших боксеров по Волжье. Команда региона полностью состоит из димитровградцев. Основные тренировочные сборы проходят на базе школы бокса Олимпийского резерва имени Альфреда Гришина. Сильнейшие боксеры чемпионата ПФО отрабатывают контрольные спарринги перед чемпионатом России. Хоть это и тренировочный процесс, но на ринге царит нешуточное напряжение. Ни один из спортсменов не хочет отдавать даже в рамках тренировки свою победу сопернику. Город Димитровград принимает три сборные с России. Это сборная ПФО, сборная Северо-Запада и сборная Хантамансийского автономного округа. Они у нас проводят подготовку на наших базах. Два года подряд команда ПФО, в составе которой пять димитровградцев, побеждают и становятся чемпионом командного Кубка России. В состав сборной команды ПФО вошло шесть димитровградских боксеров. Возглавлять команду будет Альберт Коребян. За тренировочным процессом команд тщательно следит и заслуженный тренер России по боксу Геннадий Савин. Он, как никто другой, знает все нюансы тренировочного процесса. Савин на протяжении десяти лет возглавлял молодежную сборную команду России по боксу. Значимость на сегодняшний день чемпионата России очень высокая. То есть люди готовятся для того, чтобы попасть на Олимпийские игры. Чемпионат России по боксу стартует с 8 по 17 ноября в Самаре. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок, Димград 24, специально для Уллправда ТВ. Всероссийский проект «Ночь искусств» 3 ноября затронул все культурное пространство Ульяновска. Не остался в стороне и Ленинский мемориал. Здесь целый день работало множество площадок, в том числе и выставки. На одной из них побывала Ирина Антонова. Акция «Ночь искусств» давно полюбилась ульяновцам. Каждый ее участник открывает для себя что-то новое. Так в Ленинском мемориале посетители впервые смогли увидеть уникальную выставку фарфоровых миниатюр из личной коллекции Валерия Перфилова, старшего научного сотрудника мемцентра. По словам Валерия Александровича, первые экземпляры попали к нему в 80-е годы прошлого столетия. Именно тогда появился интерес к этой теме. Правда, были и такие, которые считали, что подобное коллекционирование – признак мещанства. Коллекция была представлена не в полном составе, всего 100 фигурок, но в полной мере раскрыла талант виртуозное исполнение мастеров советской эпохи. Многие посетители буквально окунулись в детство или вспомнили дни своей молодости. Некоторые просто фотографировали отдельные экспонаты, например, хозяйку Медной горы, с которыми была связана какая-то история из детства. Продолжение следует... Не меньше интереса посетителей вызвала личная коллекция масок народов мира Александра Перфилова, заведующего отделом выставок и инновационных проектов Ленинского мемориала. Коллекция масок народов мира собиралась более 15 лет. То есть уникальная коллекция, которая насчитывает около 150 единиц на данный момент. Маски самые разные. Маски действительно буквально всех народов и стран мира, да, то есть за все континенты. Маски совершенно с разными целями и задачами. То есть это маски как театральные, карнавальные, так и ритуальные, мистические маски. Ну и есть даже маски, которые уже современные, именно туристические маски. Каждую маску можно разглядывать подолгу. В них своя история. К примеру, вот эта маска была найдена в индийской деревне, куда редко ступает нога туриста. Она находилась над дверью в жилище и выполняла функцию оберега – отгоняла злых духов. А это одна из самых популярных в Японии маска демона Ханя, отгоняющая зло. История ее появления в стране восходящего солнца связана с легендой. Молодая женщина, влюбленная в монаха, после долгих переживаний из-за нерезделенной любви, стала превращаться вот в такого демона. Очень необычно выглядят африканские маски. Как правило, это маски личины, которые использовались в обрядах. Некоторые выполняли функцию фотографий. Все они сделаны из дерева. В коллекции есть и маски народа в Сибири, тоже деревянные. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ. 6 ноября в Ульяновской области ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Температура воздуха составит 10 градусов тепла. Ветер южный – 9-11 метров в секунду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта. Театральноеприволжье.рф С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Улправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.рум. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет. Для всех. Грамотный семейный совет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok